872 дня. Без еды, питья и света. Им пришлось пережить нелегкое время блокады Ленинграда. 27 января 1944 года она была снята. Дети и взрослые, которым удалось выжить, никогда не смогут забыть те страшные годы. С некоторыми из них сегодня встретилась наша съемочная группа. Нине Антоновне Старковой было 10 лет, когда началась война. Все ужасы она помнит до сих пор. Помнит, как Ленинград взяли в кольцо. Склад с продовольствием был разрушен, нехватку которого люди испытали на себе очень скоро. Размер пайка становился все меньше. Выдавался строго по весу, только черный хлеб. Бабушка режла хлебушек кубиками, оливку на сковородку. И вот эти греночки по сантиметру на сковородку, они поджаривались на этой оливке, шел очень вкусный запах. А из столярного клея варили и делали что-то наподобие холодца. Кроме голода была и другая проблема – зимние холода. Но в семье Нины Старковой была буржуйка. Её топили сначала деревянной мебелью, после вход пошли книги. Так продолжалось до снятия блокады советскими военными. В этих бывых операциях принимала участие и Екатерина Воропай. Ей было всего 17 лет. Она служила медсестрой. Пришли к начальнику. Он говорит, плохо будет вам девочка. А мы немцем не хотим быть. А мы уедем. И раз, и с солдатом. Оказывать помощь молодой медсестре приходилось прямо на поле боя. Сама Екатерина Воропай получила ранение в ногу и чудом избежала смерти. В землянке сидит солдат и говорит, я сегодня умру. Они посмеялись, посмеялись. Она говорит, раз ты сегодня умрешь, я тут спать не буду. И уходит в другую землянку. Ночью артобстрел и эту землянку разбомбила. За время блокады города умерло 630 тысяч ленинградцев. Ожидание её прорыва растянулось почти на два с половиной года. По словам участников тех событий, эта военная операция стала одной из самых трудных в ходе Великой Отечественной.